На связи с нами Евпатория и корреспондент Анастасия Карпивина. Доброе утро, Настя! Слово тебе! Доброе утро, коллеги! Сегодня в нашей Евпаторийской студии мы поговорим о новых мерах социальной защиты на территории полуострова. Обсудим это с заместителем начальника департамента социальной защиты и труда Натальей Селивейстровой. Наталья, здравствуйте! Добрый день! Расскажите, какие основные нововведения есть в 2020 году, которые существенно отразятся на жизни крымчан? Наверное, надо отметить два основных нововведения, которые коснутся большей части населения, пользующихся мерами социальной поддержки. Это, прежде всего, изменения в федеральный закон номер 418 о ежемесячных выплатах семьям с детьми. В этот закон внесены изменения относительно срока выплаты. Выплаты теперь продлились до трех лет. А раньше выплачивали до скольки? До полутора. Этот закон касается выплат семей, где родился первый и второй ребенок. Семья, где родился первый ребенок, может претендовать на выплату в органах труда и соцзащиты. Второй ребенок из средств фонда пенсионного страхования за счет средств материнского капитала. И какие это суммы? Суммы с 2020 года это 11-225 рублей. Наверняка есть какие-то условия, при которых можно получать эти выплаты. Конечно, условий несколько. Во-первых, учитывая адресность, проверяется обеспеченность семьи. Критерием обеспеченности является средний душевой доход. Так вот, в соответствии с этим законом, средний душевой доход сравнивается с двумя прожиточными. Это увеличилась сумма. То есть, большее количество людей будет иметь право на получение данной выплаты. Ну, для примера скажу, что семья из трех человек будет получать выплату, если ее доход семьи меньше 69 тысяч. То есть, если вступил в силу, если касается закон детей, которые родились 1 января 2018 года, то многим из них уже больше полутора лет. Что делать, чтобы получить деньги? Ну, прежде всего, надо обратиться. Обязательно нужно обратиться в семьи, где это первый ребенок, в Департамент труда и социальной защиты. И в Патарийце должны обратиться в наш департамент, в 14-й кабинет, телефон для справок 36467. Документы такие, как при первичном обращении. Это доходы и личные документы. То есть, в любом здании соцзащиты можно рассчитывать на консультацию? Безусловно. Мы никогда не отказываем в консультациях. Вы сказали, что есть два закона, которые существенно изменят жизнь крымчан. Какой второй? Да, второй касается получателей мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. С 1 января 2020 года меры соцподдержки по ЖКУ предоставляются гражданам, которые не имеют задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Либо заключили договор при структуризации долга. Значит, все граждане, которые получают эти льготы, это касается и впаторийцев, и всех крымчан в целом, должны обратиться в обонотделы и проверить, есть ли задолженность. Если вдруг она есть, то надо заключить договор. И в таком случае они не потеряют льготу. Это касается абсолютно всех ресурсоснабжающих организаций, правильно? Да, это все поставщики услуг, жилищно-коммунальных услуг. И как-то предупреждают льготников о том, что вот с этого числа, с этого месяца они будут платить 100% за ЖКХ? Они получат квитанцию, в которой не будет льготы. И таким образом мы провели на самом деле информационно-разъяснительную работу. Мы дали информацию всем ресурсоснабжающим организациям, всем организациям жилищно-коммунального хозяйства. Попросили по старому ЖКХ развесить на досках объявлений эту информацию. Поэтому, наверное, все-таки большая часть людей ее услышит. Кроме того, сегодняшний эфир позволит людям узнать. И, кроме того, аппаратные совещания администрации города Евпатории, наш руководитель департамента, также озвучила, это тоже прозвучало с экрана телевидения. Если вдруг, допустим, к началу года мы не успели заключить договор о реструктуризации, погасить все свои долги, то я получаю, например, платежку со стопроцентной оплатой, и смогу ли я получить какую-то компенсацию потом, если я со временем заключу договор о реструктуризации? Нет, законодательство это не предусматривает. И кто, в принципе, имеет право на льготу? Ну, это значительная часть. Я хочу сказать, что в нашем реестре льготного населения порядка 40 тысяч евпаторийцев. Из них льготами на жилищно-коммунальные услуги порядка пользуются 23 тысяч. Это сами льготники и члены их семьи. Это федеральные льготы и республиканские? Да, это льготы разных уровней. И федералы, и республиканские льготы. Спасибо большое, Наталья, за эфир. Я надеюсь, что он будет полезен и всем евпаторийцам, и всем крымчанам, конечно. А пока что я передаю слово своим коллегам из Симферополя. Расскажите, какие нововведения у вас? Анастасия, большое спасибо. Нововведения у нас точно такие же, как и у вас. Но, тем не менее, желаем вам хорошего настроения и только добрых новостей. Напоминаем, с нами на связи был евпаторийский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Анастасия Крапивина.